Игорь, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте. Давайте так, услышали много важных тейлисов президента Зеленского в интервью Натальи Масычук. Вы для себя самое важное, что именно отметили, на чем стоит акцентировать внимание? Трудно даже сказать, все-таки интервью было интересное и не паркетное. То есть президент дал ответы на те вопросы, о которых все украинцы между собой говорят на кухнях и в телефонных звонках. Вопросы накопились, он об этом рассказал. Возможно, самая резонансная это борьба с коррупцией. И действительно, в последнее время много скандалов. И действующая правоохранительная система, действующая система антикоррупционных органов не справляется с борьбой с этой проблемой. И поэтому предложение очень жесткое. Мы ждем деталей законопроекта, о котором говорил президент. Но то, что он реагирует на коррупционные скандалы и он предлагает системные решения, это, конечно, правильно. Темность очень важна. Игорь, действительно, мы можем долго обсуждать определенные заявления. Как раз президент говорит, что осень будет достаточно мощный, сентябрь, достаточно много событий. Тут он и говорит о определенных гарантиях безопасности, которые Соединенные Штаты Америки предоставили и Израилю. Что такой вариант тоже возможен для Украины. Об этом тоже сегодня поговорим. Но я хочу, чтобы не забыть, все-таки вчера мы, да, уже частично, как только проявлялось интервью, определенные важные месседжи, мы их обсуждали в прямом эфире, делали это с Владимиром Фисенко. И как раз мы говорили о вопросе выборов. Потому что озвучивала, Наталья Васильчук озвучивала этот вопрос относительно выборов в Украине, да, насколько они вероятны во время проведения военных действий, во время того, как Российская Федерация продолжает войну против Украины. Да, это я уже сейчас продолжаю как раз эту мысль относительно выборов. И вот Владимир Фисенко говорит, что, ну, на самом деле тут нужно подходить очень тоже системно к этому вопросу. И все-таки необходимо украинской власти даже будет, скажем так, посоветоваться с украинцами. Я задала вопрос, каким образом можно это сделать. Он предложил как раз такой вариант, как опрос в приложении ДИА. Вот хочу у вас спросить о выборах, да, о выборах во время войны. Во-первых, первый вопрос вам. Приветствую ли вы все-таки? И как вы считаете, могут ли проходить выборы в стране, где продолжаются военные действия? Именно ваше мнение, да, хотелось бы услышать. И вот тот ответ, который озвучил президент относительно того, что если будет финансирование, и нужно посмотреть и так далее. Вот хочу у вас спросить также, как вы отреагировали бы на то, если бы все-таки вопрос выборов не просто обсуждался, но, скажем так, о них уже заговорили как о таких, которые, возможно, в процессе проведения. В данной ситуации, в этом году, я считаю, проведение выборов уже нецелесообразным. Мы ведем наступательные операции. На фронте очень жесткая ситуация, поэтому стартовать с выборами сейчас нельзя. Я бы разделял политическое решение о том, можно ли проводить выборы во время войны, и техническую готовность. По технической готовности и по юридическим аспектам рабочие группы собираются уже довольно давно. Есть предложения Центральной избирательной комиссии в парламент по поводу проведения выборов либо во время войны, либо первых поствоенных выборов. Там очень много специфики с реестром избирателей, с избирателями внутренне перемещенными лицами, с избирательной системой, с избирательными беженцами. То есть, технически это надо все просчитывать, чтобы все было готово, потому что это требует довольно много времени. Что касается политического решения, абсолютно согласен с коллегой ФСНК в том, что нужно советоваться с обществом. Иститут будущего завтра будет представлять результаты социологического исследования. Мы опрашивали первую половину августа. Украинские граждане, мы задавали этот вопрос. Категорическое большинство говорит, что нецелесообразно проводить выборы во время войны. Почему? Потому что все видят нынешнюю ситуацию. Если через год, полгода, два года ситуация сложится так, что война перешла в конфликт средней или даже малой интенсивности, и военное положение мы не можем отменить, потому что продолжаются боевые действия, но в то же время мы увидим, что действующий парламент не может отвечать на политические вызовы, тогда это будет другая ситуация. И вот тогда президент, парламент должны провести коммуникацию с обществом, если будет консенсус, принимать решение. Потому что да, на прошлой неделе было заявление сенатора США Линдси Грэма о том, что во время войны можно провести выборы. Ранее было заявление президента парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса о том, что не исключают проведение выборов во время войны. Они посылаются, скорее всего, на рамочные международные документы. Это Копенгаргенский документ ОБСЕ и Конвенция о правах человека. В дополнительном протоколе к этой конвенции тоже есть фраза необходимости проводить выборы через разумные промежутки времени, но там дальше идет с соблюдением защиты прав человека и безопасности голосующих и членов комиссий. Поэтому это требование тоже нельзя исключать. И поэтому политическое решение может на определенном этапе появиться. Юридически это подготовить тоже можно, но сейчас, как у нас говорят, не на часе. Сейчас, если говорить о международной работе, также это еще один важный тезис, который комментировал Владимир Зеленский, и касательно самолетов, предоставления и военной отрасли, производства военной техники непосредственно в Украине. Насколько реалистично то, что в ближайшее время Украина может стать номером один на европейском континенте по производству современных технологий? Почему задаю именно этот вопрос касательно номера один? Потому что Зеленский вчера официально сказал, впервые за историю Украины, на территории Украины, производятся артиллерийские снаряды натовского 155-миллилитрового образца. Это впервые в истории. То есть Украина, по факту, уже может производить оружие, боеприпасы для европейского континента. Вы правильно говорили о том, что Украина будет центром миннооборонных технологий. Потому что, что касается массового производства, естественно, пока идет война, мы хотя бы обеспечили часть своих потребностей. А по тем же снарядам 155-го калибра, их постоянно не хватает для гаубиц, которые натором поставляют, для самоходной артиллерии. В Европе есть целая инициатива, миллион снарядов для Украины, уже несколько сот тысяч поставлено, они их собирают везде, где можно, увеличивают производство. И поэтому говорить о том, что мы сделаем массовое производство танков, либо еще чего-то сейчас, и будем поставлять на мировые рынки, конечно, рано. Но что касается технологий, скажем, по беспилотных аппаратах, как воздушных, так и надводных, у Украины довольно много прорывных технологий. Президент вчера говорил о том, что поставлено уже на серийное производство наша собственная артиллерия. Это уже не единичные экземпляры, а это уже идет в серию. И для любого оружия в Украине происходит адаптация. Украина проверяется в реальных боевых условиях. В условиях противодействия современной технологической армии противника. И поэтому это оружие дорабатывается, в том числе украинскими технологами. И поэтому, да, президент сказал, уже есть подземные заводы. Не скажем, где они глубоко, чтобы по ним не попали. Есть подземные лаборатории, там это все тоже разрабатывается. В международных контактах президент добивается о том, чтобы у нас были совместные производства. Он вчера в интервью рассказывал о договоренностях с Швецией, о производстве бронированных колесных машин CV-90 на территории Украины с высокой степенью локализации. То есть оборонно-провышленный комплекс будет одним из драйверов нашего экономического роста. Потому что нам надо выбрать несколько направлений экономических, по которым мы будем конкурентными на мировых рынках. Давайте тогда еще поговорим как раз о мощности сентября. Ну, да, сентябрь на самом деле очень активный будет во многих вопросах. Мы напоминаем, что все больше стран присоединяются. И как раз тут количество тоже очень важно. Присоединяются к декларации стран Большой Семерки, в которой как раз и говорится о предоставлении Украине гарантии безопасности. Я напомню нашим зрителям, это та декларация, которая была принята во время Вильнюсского саммита 11-12 июля. Саммит НАТО, это тоже важно вспоминать. Страны присоединяются. Ну и вот сейчас как раз активизируется очень работа в вопросе уже и двусторонних отношений. Потому что мы напоминаем о том очень часто, что на самом деле декларация это хороший путь. Но также еще необходимо будет верифицировать и двусторонние отношения, как каждая страна, что она может предоставить Украине. В частности, в вопросе гарантии безопасности. Вот в нашем материале сегодня уже озвучивали, говорили о том, что говорил и президент Украины. Вот мы вспоминали Соединенные Штаты Америки, которые предоставили определенные гарантии безопасности Израилу. Насколько такой вариант приемлем Украине? И Украина активно как раз идет, переговорный процесс поддерживает в этом отношении с Соединенными Штатами Америки. Хотелось бы как раз, Игорь, у вас поговорить. И давайте мы, да, мы очень часто об этом говорим, но как-то мы не идем в глубину этого процесса. А что это означает? Что это за гарантии безопасности, да, вот если мы говорим США и Израиль, и как вариант для Украины? Что это за гарантии безопасности? Договор между Соединенными Штатами и Израилем это фактически все, кроме солдата. То есть США предоставляет финансовую помощь, предоставляет военные технологии, предоставляет дипломатическую поддержку, но не будет воевать на территории Израиля, если там обострятся воевые действия. Ну и скажем откровенно, один из элементов этого договора это договоренности Соединенных Штатов и Египта. Египт получает также миллиард долларов в год, уже много лет, фактически за то, что он не нападает на Израиль. И поэтому договоренности, у нас будет двусторонний договор однозначно между Соединенными Штатами и Украиной, он разрабатывается, он будет толстым, у него будет куча секретных приложений насчет получения разведывательных данных, кто куда он имеет доступ и так далее. Но большим элементом гарантии безопасности это будут некие глобальные договоренности, в том числе США и Российской Федерации, о том, что в случае новой агрессии вмешательство США будет немедленным и еще более жестким, чем сейчас. Если говорить в целом, вот так же Зеленский и анонсировал, о чем и Лейла ранее говорила, о дипломатическом сезоне, новом дипломатическом сезоне, в свою очередь на сайте МЗС уже официально опубликовали сообщение о том, что господин Кулеба поехал, ну, трудно сказать, в турне, но отведают несколько стран, в свою очередь приоритет. Это очередная военная помощь, это украинская формула мира и, в целом, продвижение Украины далее. Но мы же видим, что результаты довольно-таки очень успешные, хорошие, кстати, на предоставлении тяжелой техники, боеприпасов, ПВО. Мы очень видим, что с каждым днем ПВО все больше и больше отрабатывает по российским ракетам. И самолеты, о чем отчитался президент Зеленский. А что может быть дальше, учитывая то, что произошла, так сказать, секретная встреча господина Залужного с представителями НАТО, с представителями США? О чем может идти речь дальше и на чем будет акцентироваться внимание в такой дипломатической работе, которая в итоге произведет к усилению боеспособности Украины? Ну, навряд ли это будут пока что авианосцы и боевые спутники, они скрометальные. Но у нас и так достаточно планов. Действительно, вы упомянули самолеты, даже их перевозка, дислокация, обучение, наземные команды, радары, поддержка радиоэлектронная. Это все довольно большая задача. И скорее всего это будет подтягиваться к весенней наступательной операции. Скорее всего в наших вооруженных сил весной будет новая работа, и они будут ею заниматься. Дипломатические усилия будут направлены на то, чтобы собрать всю эту помощь, на то, чтобы на основании декларации о поддержке Украины, которую подписали уже 30 стран, составлять двусторонние договора, где будет предусмотрено многолетнее сотрудничество. Вот что очень важно, что и каждая страна подписан будет себе планировать, как она сотрудничает с Украиной в сфере безопасности на несколько лет. Соответственно, она может включать это в планы развития своего оборонно-промышленного комплекса, свои оборонные заказы, но в том числе механизмы реагирования в случае обострения ситуации. И в сентябре у нас большие планы по работе с странами так называемого глобального юга. Это в первую очередь, конечно, Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке, которая начнется в конце сентября. Это саммит G20, где они смогут без нас поговорить с Россией. Украина представила свой мирный плац, свою формулу мира на встрече в Саудовской Аравии, где были все ключевые страны глобального юга. Вот они взяли паузу и теперь зададут правильный вопрос Российской Федерации. Ну и у нас есть определенные надежды и планы на восстановление зернового коридора уже к сентябрю. Я думаю, что и Джей Пердоган проведет важные и успешные дипломатические переговоры с Владимиром Путиным. Вот вы вспомнили об Эрдогане, позвольте тогда уточнить. И все же, как так получается Эрдогану и поддерживать Украину, и не признавать Крым российским, поддерживать территориальную целостность Украины, предоставлять военную технику Украине, и оставаться рукопожатым с Путиным. Почему Путин от Эрдогана так зависим? Это не тема сейчас наша оглашенная, но раз упомянули уже за Эрдогана, я напомню нашим зрителям, что появилась информация, что 8 сентября планируется предварительно встреча Эрдогана и Путина, но, как говорят, вроде бы на территории России. Но это еще не точная информация. Как вы считаете, чем же так Путину нужен Эрдоган? Раджеп Таип Эрдоган руководит страной уже более 20 лет, он провел много реформ. В стране он тоже не всем нравится, он чуть не проиграл выборы последние в этом году. Многим не нравится и экономическая политика. Сейчас учетная ставка турецкого Центробанка 25%, там большая инфляция, но, тем не менее, это их решение. А в дипломатическом плане умеет он применить весь свой опыт для того, чтобы работать и с Западом, и с Югом, и даже с Севером. И все прислушиваются. А в конце концов, Эрдоган защищает национальные интересы именно Турции. Это тоже надо во многом брать в пример. То есть в любых этих сделках он закладывает интерес именно для Турции, для турецких предприятий, для турецкого бюджета, для турецкой энергетики. И таким образом привлекает либо деньги, либо посреднические услуги, либо создает газовый хаб именно у себя в Турции. Спасибо огромное, Игорь, за то, что нашли время, присоединились к нашему эфиру. Напомню, Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был на прямой связи с нашей студией.